Молитвами Святых Отец наших Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире Сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа от Иоанна Святое Благовествование При кресте Иисуса стояли Матерь Его и Сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, Жена, Се, Сын Твой, потом говорит ученику, Се, Матерь Твоя. И с этого времени ученик Сей взял ее к себе. Сей ученик и свидетельствует о Сем, и написал Сее. И знаем, что истина свидетельства Его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Глаголы Матери Своей, Жена, Се, Сын Твой, потом же глаголы Ученику, Сем, Мати Твоя, и от того часа поят Ю ученик во Своя Сим. Сей есть ученик, свидетельствует о Сих, и же написа Сия. И вем, яко истина есть свидетельство Его. Суть же и и намного, я же сотвори Иисус. Я же аще по-единому писано бывают. Ни самому мню всему миру вместите пишемых книг. Аминь. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Теоанна. Стихи 24-25 Сей ученик и свидетельствует о Сем, и написал Сие. И знаем, что истина свидетельства Его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Из прочих евангелистов ни один не свидетельствовал сам о себе. Говорят, что Он после всех приступил к написанию Евангелия, быв подвигнут и возбужден к тому Христом. Потому-то Он постоянно упоминает о любви Его к себе, показывая причину, по которой приступил к написанию, и что Христос поручил это дело тому, которого Он любил более прочих. И я знаю, что Он говорит истину. То есть, что я написал, то написал с полной уверенностью, так как я был при всем, при делах и словах, при страданиях и обстоятельствах по воскресенью. Посему смело я о самом себе говорю, что я истинен, и вызываю рассмотреть и исследовать каждое в отдельности событие. У нас, когда мы совершенно уверены в истине, есть обыкновение не отказываться от собственного о том свидетельства. Так и апостолы говорили, свидетели Ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Деяние Святых Апостолов, глава 5, стих 32. Откуда же видно, что я говорю истину, а не в угоду Учителю? Из того уже, что я многое оставил, видно, что я не хотел угождать Ему. Ибо я выставил на вид все укоризненное, не скрыв и того, что его называли беззаконником и обманщиком, и даже бесноватым. Очевидно, я не старался угодить Ему. Ибо кто льстит, тот поступает напротив, позорное опускает, а выставляет на вид достославное. Не удивляйся сказанному, что если бы писать книги о делах Иисуса, то не вместил бы их мир. Но по мысли о неизреченной силе Бога Слова и сказанной прими с верой. Ибо как для нас легко говорить, так для Него легко и даже гораздо легче творить, что Ему угодно. Некоторые же говорят, что это по обычаю писание сказано гиперболически, ибо у писания в обычае употреблять гиперболы. Например, мы видели города, досягающие до неба, мы видели мужей и были пред ними, как саранча, и тому подобное, смотрим числа. В таком же, дескать, смысле и здесь сказано, что мир не мог бы вместить написанных книг. Иначе под миром разумеют человека, мудрствующего мирское. Дела же божественные и таинственные, совершенные Иисусом в мире невидимом и видимом, и в домостроительстве последнего времени, которое исполнено тайн, человек мирской не может понять. По сказанному многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Но будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас в забвение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного и изыскывать сокровища, заключающиеся в чудесах и учении Иисуса, чтобы нам, очистившись в слове и жизни, в день откровения удостоиться неизреченнейших дел и тайн, которых, ныне находясь в мире, мы не можем вместить, и соделаться совершенными в самом Христе, возлюбившем нас, и через возлюбленного Своего ученика, просветившим нас богословием и познанием Его Сына и Отца и Святаго Духа, которому слава вовеки. Аминь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Искренно любящий Бога молится без всякого развлечения. Равный молящийся без всякого развлечения любит Бога искренно. Но не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. И так не любит Бога тот, чей ум привязан к чему-либо земному. Ум, долго занимающийся помышлением о чем-либо чувственном, конечно, имеет страсть к тому. Именно вожделение или сетование, или гнев, или злопамятство, и если не вменит ни во что той вещи, то не может освободиться от страсти. Страсти, обладая умом, привязывают его к вещественным предметам, и, отлучив от Бога, заставляют заниматься ими напротив любовь Божия, возобладав им, разрешает его узы, убеждая его не дорожить не только чувственными предметами, но и самой жизнью временную. Дело заповедей есть делать помышления о вещах простыми, чтение же и созерцание, дело, соделывать ум безвещественным и безвидным. И следствием этого бывает молитва без развлечения. Для совершенного освобождения ума от страстей, так чтобы он мог молиться без развлечения, недовольно деятельного способа, если его не сопровождают различные духовные созерцания. Тот освобождает ум от невоздержания и ненависти, а эти от забвения и неведения его избавляют, и он таким образом получает возможность молиться, как надлежит. Два есть высочайших состояний чистой молитвы. Одно случается с людьми жизнедеятельной, другое с людьми жизнесозерцательной. Одно бывает в душе от страха Божия и благой надежды, другое — от божественной любви и крайней чистоты. Признак первой меры есть тот, когда собирают ум от всех мирских помыслов, творя молитвы без развлечения и смятения, и как бы сам Бог предстоял ему, как и предстоит действительно. Признак второй — когда в самом устремлении молитвы ум бывает восхищаем божественным и безмерным светом и совсем не чувствует ни себя, ничего иного и сущих, кроме единого, любовью содевающего в нем таковое озарение. Всем состояние, подвязаемое к уразумению словес о Боге, получает он чистое и светлое о нем познание. Кто что любит, тот то и объять всячески желает, и все препятствующее ему в этом отстраняет, дабы сего не лишиться. Так и Бога любящий печется о чистой молитве и всякую страсть, полагающую ему в том препону, из себя извергает. Кто мать страстей самолюбия отвергнет, тот при помощи Божией удобно отложит и все другие страсти, как-то гнев, печаль, злопамятство и прочее. Кто же одержим первым, тот хотя бы и не хотел уязвляется и последними. Самолюбие же есть страстная любовь к телу. Человеки похвально или предосудительно любят друг друга по следующим пяти причинам. Или для Бога, как добродетельный любит всех, а добродетельного любит даже и недобродетельный. Или по естеству, как родители любят детей, и наоборот, или по тщеславию, как хвалимы хвалящего, или из корысти, как богатого за получки, или по сластолюбию, как работающий чреву и тому, что под чревом устрояющего пиры. Первая из всех похвально, вторая — обоюдно, прочие — страстные. Если одних ненавидишь, а других не любишь, ни не ненавидишь, иных любишь непосредственно, а иных любишь очень сильно, то из всего неравенства познай, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека. Уклонись от зла и сотвори благо. То есть борись со врагами, чтобы умалить страсти, а затем бодрствуй, чтобы не умножились они. И опять борись, чтобы стяжать добродетели, а после того бодрствуй, дабы сохранить их. И сие это было бы. Делайте и храните. По Божию попущению искушающие нас или разгорячают вожделевательную силу души, или растревоживают раздражительную, или омрачают мыслительную, или тело облагают страданиями, или телесные потребности похищают. Демоны или сами нас искушают, или вооружают против нас людей, не боящихся Господа. Сами искушают, когда уединяемся от людей, как искушаем был Господь в пустыне. Искушают через людей, когда обращаемся с людьми, как опять искушали Господа через фарисеев. Но мы, взирая на образец на что есть Господа, отразим их в том и другом случае. Когда начинает ум успевать в любви Божией, тогда начинает искушать его и дух хуления и внушает ему такие помыслы, каких ни один человек изобрести не может, а только один дьявол отец их. И сие делает он, завидуя боголюбцу, дабы, как измысливший такие помыслы, пришед в отчаяние, не дерзал он вновь воспарять к Богу обычную молитву. Но от этого не получает лукавец ничего благоприятного для его цели, но делает нас более твердыми. Ибо, будучи боримы и противоборствуя, мы становимся опытнее и искреннее в любви к Богу. Медь же их давнидит в сердца их, и лучше их досокрушаться. Ум, обращаясь к видимому, естественно понимает вещи при посредстве чувств. Ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства, ни суть зло, ибо то суть все Божие создания. Что же тут злое? Очевидно, что страсть, прицепляющаяся к пониманию вещей, естественному. И она может не иметь места при употреблении естественных понятий о вещах, ежели ум бодрствует. Страсть есть неестественное движение души или по несмысленной любви, или по безрассудной ненависти к чему-нибудь чувственному, или за что-нибудь чувственное. По несмысленной любви или к яствам, или к женам, или к имению, или к приходящей славе, или к иному, чему-нибудь чувственному, или ради сего. По ненависти несмысленной, когда ненавидят, как вышесказано, без рассуждения, что-либо из вышесказанного, или кого-нибудь, по причине того. Или опять, зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемые неправильным их употреблением. Так в отношении к браку правильное суждение о совыкуплении целью его поставляет деторождение. Но кто имеет при этом в виду одну сласть похотную, тот погрешает в суждении, недоброе почитая добрым. И таковые совыкупляясь с женою, злоупотребляет им. Подобным образом должно рассуждать о понимании и употреблении других вещей. Когда демоны, отторгнув ум твой, целомудрие окружают его блудными помыслами, тогда со слезами воззови-ка владыки и взгоняющими ныне обыдушими, радости мои, избавимы от обышедших мя. И избавишься. Тяжел демон блуда и сильно налегает на подвязающихся против всей страсти, наипаче пренебрежение об умеренности в пище и при встречах и беседах с женским полом. Он сначала незаметно уловляет ум по ползновенности на сласть похотную, а потом дверью памяти привходит к безмолвствующему. И как тело разжигает, так и представляет уму различные срамные образы и тем вызывает его к соизволению на грех. Если не хочешь, чтобы сия длилась в тебе, восприими пост, труд, бдение и доброе безмолвие с прилежную молитвы. Непрестанно ищущие души наши ищут посредством страстных помыслов ввергнуть ее в умысленный или действительный грех. Но когда сретят ум, не приемлющий их, тогда постыдятся и посрамятся, когда же найдут ум занятым духовным созерцанием, тогда возвратятся вспять и устыдятся зело вскоре. Дело диакона исправляет тот, кто намощает ум на священные подвиги и отторгает от него страстные помыслы. Дело пресвитера, кто просвещает ум познанием сущего и уничтожает олжеименное звание. Дело епископа, кто завершает усовершение его святым помазанием ведения поклоняемые святые троицы. Изнемогают демоны, когда через исполнение заповедей уменьшаются в нас страсти. Погибают, когда в силу бесстрастия души совершенно исчезают в ней, не находя в ней того, чем держались в ней и чем воевали против ней. Сие это значит изнемогут и погибнут от лица твоего. Одни из людей воздерживаются от страстей и страха человеческого, другие – ищи славе, иные по воздержанию, а иные освобождаются от страстей судьбами Божьими. Все слова Господни содержат следующие четыре предмета заповеди, догматы, угрозы и обетования. И мы ради их претерпеваем всякую строгость жития, как топасты, бдения, спания на голой земле, лишения и труды в послушаниях, обиды, бесчестия, мучения, смерть и тому подобное. За словеса у стен твоих, говорит пророк, ассу храних пути жестоки. За воздержание награда – бесстрастие, за веру – ведение. Бесстрастие рождает рассудительность, а ведение – любовь к Богу. Ум, проходя исправно деятельную жизнь, преуспевает в благоразумии, а проходя исправно созерцательную – в ведении. Первая приводит подвязающегося в ней к развлечению добродетеля от порока, вторая причастника своего вводит в познание свойства бестелесных и телесных существ. Дар же богословского сподобляется ум тогда уже, когда на крыльях любви, перелетев все вышесказанное и достигший пребывания в Боге, духом созерцает свойства его, сколько уму человеческому то возможно. Желая богословства, ведь не ищи, что есть Бог в себе самом, ибо этого не найдет не только человеческий ум, но не ум кого-либо другого из сущих после Бога, но рассматривая по возможности обликающие его свойства, как это пресносущность, беспредельность, неописанность, благость, премудрость и силу вседетельную, всепромыслительную и судящую все сущее, ибо между человеками тот тоже великий богослов, кто хотя несколько раскрывает сии свойства Божии. Силен муж, ведение соединившись с деятельностью, ибо тогда он это и сушает похоти и укращает раздражение, а тем воскрыляет ум и к Богу приселяется. Когда говорит Господь, аз и отец едины и смы, то сим означает единство естества. Когда же Паки глаголит аз в отце и отец во мне, то показывает нераздельность ипостасей. Итак, трифеиты, тройбожники, разделяя сына от отца, падают в пропасть с той и другой стороны. Или признавая сына соприсущным отцу, но разделяя его от отца, принуждены говорить, что он не рожден от отца, и таким образом впасть в вересть, признающую трех богов и три начала, или признавая сына рожденным от отца, но разделяя его с ним, по необходимости должны допустить, что он не соприсносущен отцу и владой ковремен подчинить времени. Наглежит по учению великого Григория и сохранить единого Бога, и исповедовать три ипостаси каждую собственным ей свойством. Ибо по его же учению троица разделяется, но не раздельно, и соединяется, но раздельно. Дивное разделение единения. Но какая была бы дивность, если бы отец с сыном также соединялся и разделялся, как соединяется и разделяется человек с человеком и ничего более. Совершенный в любви и достигший верха бесстрастия, не знает разности между своим и чужим, или своею и чужою, или между верным и неверным, или между рабом и свободным, или даже между мужеским полом и женским. Но став выше тиранство страстей, и взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит, и ко всем равно расположен было это. Нет в нем ни иудеи, ни эллины, нет ни мужеского пола, ни женского, нет раба, ни свободного, но все его всех Христос. От лежащих в душе страстей демоны заимствуют поводы воздвигать в нас страстные помыслы. Потом ими, поборая ум, понуждает его снизойти к соизволению на грех, победив его в этом, вводит его в грех мысленный, а по совершении сего, как пленника, ведут его на самое дело греховное. После сего, наконец, через помыслы, садяло в душу запустелую, отходят вместе с онами. Остается только в уме идол, мысленный образ греха, о котором говорит Господь, «Егда оба узрите мерзость запустения, стоящего на месте святия». Читающий доразумеет, что место святое и храм Божий есть ум человеческий, в коем демоны, опустошив душу страстными помыслами, поставили идола греховного. В том же, что сказанное Господом сбылось исторически, никто из считавших Иосифа Флавия, думаю, не сомневается. Некоторые, впрочем, говорят, что тоже будет и при Антихристе. Три начала побуждают нас к добру. Семена добра в нас от природы, святые силы и доброе произволение. Семена природы, когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними. Или когда видим человека в тесноте и нужде и, естественно, милосердствуем о нем. Святые силы, когда, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое содействие и успеваем. Наконец, доброе произволение, когда, различая добро от зла, избираем доброе. Равномерно три же есть начало побуждающих нас на зло. Страсти, демоны и злое произволение. Страсти, когда желаем чего безрассудно, как-то или пищей, не вовремя и без нужды, или жены, без намерения деторождения и незаконной. Так же, когда гневаемся или огорчаемся на кого не должно, как-то бесчесть в шоу или вред нам причинившего. Демоны, когда они во время вознеродения нашего, усмотрев удобное время, внезапно налетают на нас и с великой силой возбуждают вышесказанные страсти и подобные им. Наконец, злое произволение, когда, зная добро, избираем зло. Мзду за подвиги в добродетели составляют бесстрастие и ведение, ибо они виновниками бывают для нас Царствие Небесного, как страсти и неведение муки вечной. Потому ищущие их ради славы человеческой, а не ради того, что они добро, суть, слышат от Писания «Просите и не приемлете, за не зле просите». Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине. Например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыня и странноприимство. Сами по себе суть дела добрые, но когда делают их ищи славе, тогда они уже не добры. Во всех наших делах Бог смотрит на намерения, для него ли мы делаем их, или ради иной причины. Когда услышишь слово Писания и живо сдаст комужду по делам его, помни, что Бог воздает добром не за то, что делается без правого намерения, хотя то кажется и добрым, но именно заделаемое с правым намерением. Ибо суд Божий взирает не на одно то, что делается, но на намерение, с каким делается. Демон гордости двоякое имеет лукавство. Или убеждает монаха исправные дела свои приписывать себе, а не Богу, подателю благих и помощнику в исправности. Или, когда он не соглашается на сие, подущает уничижать менее совершенных братьев, но не ведает он, что и при таком действии на него демон наущает его отвергаться Божьей любви. Ибо, уничижая тех, кои не могши подобно ему оказаться исправными, он выставляет себя именно показавшим особенную исправность собственную силы. Что невозможно, как сказал Господь, без меня не можете творить ни часожи. Ибо наша немощь такова, что и возжила в добра, она не может довезть его до конца без подателя благих. Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание Божьей силой всепомогающей. И таковой при помощи ее, иной уже совершив, а другое стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей. Ибо знает, что как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, так сильно помочь и всем, когда восхощет, и наипаче подвязающимся его ради. Хотя по неким судьбам всех вдруг от страстей не освобождает, но якоб благий и человеколюбивый врач каждого притекающего к нему исцеляет в свое время. При бездействии страстей привходит гордость, когда или причины у них скрываются или демоны коварно отбегают. Всякий почти грех бывает ради услаждения самоугодия и потому истребляется злостраданием и печалованием, вольным или невольным, по действу покаяния или по действу беды какой, смотрительно Божьим о нас промыслом наводимой. А щебо быхом себе рассуждали, говорит Писание, не быхом осуждений были, судиме же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление, ибо через неволе или через другого кого, но ты имел испить горечь, ищаше судеб Божьих. Чем ты злонравнее, тем менее отрицайся от злострадания, дабы смирен быв ему, изрыгнул ты гордость. Искушение приводит к человекам иные удовольствия, иные печали, а иные телесные страдания, ибо врач душ по судьбам своим прикладывает врачество, смотря на причину страстей в душе лежащую. Искушение наводится на одних для изглаждения грехов прежде бывших, на других для прекращения тепередеемых, а на иных для предотвращения имеющих быть содеянными, кроме тех, кои бывают для испытания человека, как то было силовом. Благоразумные, помышляя о врачебности судеб Божьих, с благодарением сносят приключающиеся ему по ним бедствия, никого другого не почитая виновным в них, кроме грехов своих. А неразумный, когда грешит, и наказываем за то, бывает, виновником зол своих почитает или Бога, или людей, не уразумевая премудрого всем Божие промышления. Есть средства, которые останавливают движение страстей и не дают им возрастать. Есть и другие, которые умоляют их и ведут к истощанию. Так пост, труд и бдение не дают возрастать похоти, а уединение, созерцание, молитва и возлюбление Бога умоляют ее и ведут к исчезновению. Так и в рассуждении раздражимости великодушие, незлопамятность и кротость останавливают ее и не дают ей возрастать, а любовь, милостыня, доброходство и человеколюбие умоляют ее. Чей ум непрестанно устремлен к Богу, того и вожделение превозрастает в желании Бога, и раздражительность вся превращается в божественную любовь. Ибо через долговременное приобщение божественному озарению ум, соделавшись весь световидным и вожделительную свою часть утеснив и подавив в себе, превращает в непрестанное, как сказано, желание Бога и неослабную к Нему любовь, всецело переводя ее от земного к божественному. к Нему нему отношусь от земного и т.у. и т.у. к Нему fondue , создай ее долго и пропabb явно вода ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.